Итак, привет, с вами Допгайм, сегодня мы поговорим про шаблоны дивизий в новом DLC. Поменяли ширину фронта и поменяли немножко то, как она изменяется при атаке с нескольких сторон, поэтому появился смысл в новых шаблонах, в новых дивизиях. Вы, кстати говоря, если еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, что я не пропускаю, другие полезные и интересные видео, а мы начинаем. И ширина фронта поменялась, стала теперь она кратно 10, то есть 70 равнины, 60 лес, 70 холмы, 70 пустыни, 50 горы, 80 города и 50 болота, ну и 60 джунглей. Какие теперь в этой игре актуальные дивизии и какая актуальна ширина фронта? Я бы сказал, есть три основные новые ширины фронта. Первая это достаточно очевидная обычная десятка. Поддержку вы подбираете как вы хотите. С ваших вкусов я в стандартной дивизии имею примерно вот такую вот поддержку. Дальше уже слоты могут немножко меняться. То есть исследовали реактивную артиллерию, можете добавить ее сюда. Нужно вам ПТО против танков, добавляете его тоже. По вкусу и по необходимостям. То есть это что-то вроде базовой самой дивизии, которая точно во всех ширинах фронта будет нормально сражаться. Какие плюсы по сравнению со старыми дивизиями? Теперь у вас будет намного больше поддержки в дивизиях, вам нужно будет чуть-чуть побольше производить. И за это у вас будет намного больше статов, по крайней мере, атаки в боях. Но такие дивизии будут нести однозначно больше потерь, потому что у них пониже прочность и у них пониже будет защита. То есть по ним теоретически, скорее всего, будут больше придавать вражеские дивизии, которые смогут достаточно поднять свою атаку, то есть это в среднем танке. Но есть еще один вариант, это 15 ширина фронта. То есть это примерно вот такая вот дивизия. Вы, конечно, можете вместо артиллерии сюда использовать какие-то наборы ПВО, ПТО, но это по вашему вкусу главная ширина фронта. Хотя я такую вот дивизию тоже бы назвал достаточно базовой. Замечу, что больше одной артиллерии в такую дивизию добавлять точно страшно будет, из-за того, что прочность и организация у нее будет крайне мала. То есть альтернатива с большим количеством артиллерий вот такая, она, видите, очень страшная. Она будет просто распыляться по организации, по прочности. Эти дивизии не будут держать вообще никакой удар. Хотя урон, конечно, у них огромный. Но, видите, защита невероятно страдает. Такая дивизия действительно не боеспособна особо. Поэтому для не слишком бедных стран, наверное, вот такая вот дивизия достаточно оптимальна. Что же по поводу танков? Тут как раз-таки приходит наша 35-ка. Если обратить внимание, то на всех боевых тайлах, то есть холмы, равнины и пустыни, там, где вы и делаете какие-то действия танками, ведь в горах, джунглях и болотах танками так плохо вы там и так не хотите воевать, то вы делаете ширину фронта как раз-таки для вот этих вот тайлов. Это, очевидно, 35. В среднем это что-то примерно вот такое. Скорее всего, вы уберете разведку, она, конечно, бафает немножко раудя и артиллерию, но в среднем есть баталионы поддержки получше. В любом случае, поддержка, как я и говорил, это на ваш вкус. Но ширина фронта такая позволяет нормально воевать в провинциях, которые вы и стараетесь атаковать танками. Причем нюанс в том, что вряд ли у вас получится как-то по-другому забалансить это. В том смысле, что вряд ли вы сможете изменить количество матризованной пехоты и танков, потому что теперь вы не можете их миксовать, и у вас достаточно ограничены на старте ячейки. Скорее всего, буквально как-то так у вас и будут выглядеть дивизии, за исключением последнего слота сюда можно отсылать разные единицы. Также, в принципе, из-за вот этого вот бафа на бронетехнику от броняков в разведке, возможно, они тоже начнут использоваться, хотя я все еще в этом сомневаюсь. И отдельно мы поговорим про спецвойска, потому что они, очевидно, спецвойска. Горняков вы можете использовать, очевидно, для гор. Там у вас подходит 25 ширины фронта по очевидным причинам. Кроме того, это открывает вам рейнджеров, которые имеют бафового леса. То есть, в идеале, вы будете, наверное, стараться именно горняками воевать в лесах. Можно их заточивать под это, или можно заточивать другие отдельные дивизии под леса. Исходя из ширины фронта 60, вы в теории можете делать чисто специализированные войска под леса и города двосадками. Надо понимать, что вот этот вот баф в снег на самом деле крайне сильный, и его не стоит недооценивать. Морпехам все чуть-чуть интереснее. Вы делаете морпехи в дивизии, либо чтобы пробивать болото. Это вполне себе очень важное может быть их предназначение. Тогда у вас, конечно же, 25 ширины фронта. Они могут работать в джунглях, тогда, очевидно, 20. Но если вы хотите выбивать какие-то конкретные провинции этими морпехами, то вы, конечно же, подстраиваетесь под провинцию. Вот уже у вас варианты 10, 15, 20 и 25, в зависимости от того, куда вы будете высаживаться. Это достаточно важно на самом деле. И действительно, не стоит их недооценивать, потому что они имеют очень много прорывов. И самый прикол, тут еще есть ссылочка на десантные машины-амфибии, что очень неплохо, действительно. Кроме того, этих инженеров можно использовать просто для каких-то штурмов отрядов, для прорыва каких-то крайне укрепленных территорий. То есть, в теории, можно просто использовать только эту роту доп. поддержки, для какой-то двадцатки, для каких-то очень укрепленных вражеских городов. На этом, пожалуй, все. 10, 15, 35. Такие основные дивизии. Вряд ли эти числа сильно поменяются. Пользуйтесь на здоровье. С вами был Дуб Гэй. Обязательно делитесь в комментариях вашим мнением по поводу патча, ваше мнение по поводу оптимальной ширины фронта, оптимальных дивизий. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны, чтобы не пропускать другие полезные и интересные видео. В описании ссылочки на Twitch, Boosty и Discord. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok